This conference will now be recorded. Добрый вечер, уважаемые слушатели! Рад приветствовать вас на семинаре, посвященном взаимодействию MacOS of Excel и внешними приложениями. Пожалуйста, пишите в чат плюсик, если меня слышно хорошо. У нас с вами есть связь. Отлично, отлично, спасибо. Значит, со связью у нас все в порядке. Ну что ж, меня зовут Козлов Алексей Олегович, я преподаватель по направлению офисного программирования на языке ВБА. Если у вас возникнут вопросы, связанные с сегодняшним семинаром, вопросы по курсам Excel 4 и 5, это MacOS, пожалуйста, напишите мне на почту, которая сейчас указана на экране. Итак, тема моего выступления, сегодняшнего семинара, связана с одной из тем курса по практикум программирования на ВБА, это понимание механизма раннего связывания. О нем мы с вами поговорим. Предполагается, что у вас есть представление о том, что такое MacOS, вы их видели, запускали, возможно, даже самостоятельно разрабатывали MacOS или записывали с помощью Macro Recorder. Если какой-то код покажется вам не совсем понятным, ничего страшного, слушатели, закончившие практикум по Macros, который, кстати, начинается через неделю, вполне готовы к решению разбираемых на сегодняшнем семинаре задач. Кстати, о курсе. Вот, собственно говоря, позиционирование этого курса. Предполагается, что если у вас за плечами уровень 2 расширенной возможности, вы уже, скажем так, на короткой ноге с Macros, то вполне вам можно уже приходить на уровень практикум создания Macros в Microsoft Excel. Ну, а я полагаю, что лучший способ познакомиться с взаимодействием с внешними приложениями – это практические задачи, для которых нам и придется задействовать внешние приложения. Как будет построен наш сегодняшний семинар? У нас будет возникать практическая задача, для решения которой нам будет недостаточно стандартных возможностей Excel. То есть Excel из коробки эту задачу не решает. И для ее решения мы с вами как раз и будем задействовать внешние приложения. Это полезный навык в случае, если вы столкнетесь с какой-то задачей, которая не решается внутри Excel. Вы будете знать, что есть специальный инструмент, специальный механизм, с помощью которого можно подключать к решению задач и внешние приложения. Итак, сейчас я перехожу к демонстрации. Это я пока что включаю. Так, вот у нас с вами есть файл. В нем записано небольшое приложение для заказа кофе. Приложение несложное. Можем нажать на пиктограмму вот этой кофейной чашки. И появится вот такое вот окно для заказа кофе. Здесь можно указать свое имя, указать напиток, который вы хотите получить. Ведь при изменении напитка у нас слева меняется его картинка. Можно посмотреть, как будет выглядеть приготовленный напиток. Ну и указать, хотите вы его с сахаром или без сахара. Также можно кликнуть на этой картинке, после чего появится его увеличенная версия. Вот такое вот приложение. Оно, как я сказал, несложное. В принципе, слушатели после пятого уровня. Excel 5, кто его закончил уже в состоянии такой сложности приложения написать. Здесь, я думаю, каких-то вопросов нет. Но если у вас возникают вопросы, пожалуйста, у меня включены колонки. Можете задавать вопрос голосом, если что-то интересно. Или же писать ваш вопрос в чате. Итак, все хорошо. Программа работает без сбоев. И нас попросили расширить ее функционал. Нас попросили создавать бланк заказа. То есть, кроме того, что я нажал на кнопку заказ и появилось такое сообщение, нам говорят, а можно еще получить бланк заказа. И так как наиболее привычный инструмент для работы с текстом – это Microsoft Word, было принято решение создавать бланк заказов в этой программе. Итак, вот у меня открыт уже бланк заказа. Итак, нас просят создавать после каждого заказа вот такой вот бланк. Покупатель, напиток, сколько сахара и время размещения заказа. Например, для цели учета или для целей бухгалтерии. Давайте подумаем, как можно решить эту задачу. Конечно, вы знакомы с объектной моделью Excel и наверняка использовали объекты Workbook, Worksheet и Range при программировании на Excel VBA. Но вы, конечно же, знаете, что изучение объектной модели Excel – это не самоцель, а цель получить программный доступ к объектам Excel, чтобы решать практические задачи. Например, перебор листов, консолидация данных, обработка диапазонов, построение сводных таблиц – все эти задачи решаются с помощью объектной модели Excel. Это объекты Application, объекты Workbook, Worksheet, Range и остальные объекты. С другой стороны, в объектной модели Excel нет компонентов для управления объектами программы Microsoft Word. В то же время, в самой программе Microsoft Word есть богатая объектная модель, с помощью которой можно также решать практически любые задачи программирования в Word. Вот я сейчас нахожусь в программе Microsoft Word, нажимаю Alt F11, так же, как и в Excel, и я сейчас оказался в редакторе VBA для Microsoft Word. И сейчас я дам команду View, соответственно, Object Browser. Посмотрите, сколько объектов есть в программе Microsoft Word. Практически все задачи в Word можно решить, задействуя эту объектную модель. Как же нам, находясь в Excel, получить доступ к объектной модели Microsoft Word? Оказывается, что находясь в Excel, мы можем подключиться программным способом к внешнему приложению, используя технологию раннего связывания. Итак, давайте покажу, как это можно сделать. Итак, задача – подключиться к объектной модели внешнего приложения. Давайте я пока закрою Word. Итак, я вернулся в Excel, моя задача – получить тот самый доступ. Итак, нажимаю Alt F11, я оказался в редакторе VBA. И здесь через команду Tool Reference мне и можно подключить внешнюю библиотеку. Как это выглядит концептуально? Давайте посмотрим слайд. Так, Ольга пишет, что меня не слышно. Так, а остальным меня слышно? Напишите, пожалуйста, может, проблемы на стороне у Ольги? Так, спасибо, спасибо, Николай, Маргарита. Да, Ольга, остальные слушатели пишут, что связь есть? Да, спасибо. Тогда попробуйте перезайти, может быть, связь восстановится. Итак, смотрим дальше с вами на слайд. То есть есть объектная модель Microsoft Excel и есть стороннее приложение. И нам бы хотелось задействовать в объектной модели Excel возможности других приложений. И для вот этих вот целей существует понятие раннего связывания, когда мы можем подключиться к внешним приложениям и получить в Excel доступ к объектам и Outlook, и Word, и Microsoft XML, и большого количества внешних приложений для решения наших прикладных задач. А наша задача создать блант заказа. Для того, чтобы подключить возможности внешнего приложения в программу на Excel VBA, мы в редакторе даем команду Tools, Reference, это переводится как ссылка, и в списке доступных ссылок находим программу Microsoft Word. Здесь установлен Word 2019, поэтому ссылка будет называться Microsoft Word 16.0 Object Library. То есть я хочу подключиться к объектной модели программы Microsoft Word. Нажимаю ОК. Визуально пока что ничего не происходит. Вот у меня здесь уже заготовлен небольшой программный код, который называется блант заказа. Я сейчас с него уберу комментарий. И, оказывается, написав вот такой вот код, мы с вами можем сформировать в Word отдельный блант заказа. Итак, мы с вами создаем объект для подключения к Word. В Word мы с вами создаем новый документ, делаем Word видимым, и потом, собственно говоря, заполняем документ нужным нам текстом. Конечно, у вас может возникнуть вопрос, а как узнать, какие методы Word нужно задействовать, чтобы написать вот такую вот программу? Сложно же как-то взять и догадаться. Ну, ответ достаточно простой. В программе Word, как и в Excel, есть встроенный макро-рекордер, с помощью которого можно выполнить подобные действия в интерфейсе Excel, посмотреть на записанный макрос, оптимизировать его и перенести из Word в объектную модель Excel. Итак, вот у меня сейчас появился блант заказа. Проверим, что программа работает без ошибок. И давайте с вами сейчас перейдем в программный код формы заказа кофе. Два раза нажмем на кнопку «Заказ». И перед вот этим вот месседж-боксом, которым мы с вами как раз и выводим подтверждение заказа, вызовем процедуру из макроса MD Word, которая называется «Бланк заказа». Итак, запускаем сейчас программу. Здесь ничего не меняем, нажимаем на кнопку «Заказ». Сейчас на какое-то время компьютер призадумается, он запустит Word. Нажимаем «Ок». Вот в панели задач у меня появился Word. Вот, пожалуйста, мы с вами создали новый бланк заказа. Именно в Word. Дальше документ можно сохранить, можно распечатать, можно отправить в какой-нибудь архив. В общем, сделать те действия, которые вам необходимы. Итак, покупатель, напиток, сахар, время заказа. Вот мы с вами решили эту задачу, создали бланк в Word. И для чего мы с вами использовали внешнее связывание. Ну, нам с вами усложнили задачу. Сказали, вы знаете, слишком какой-то простой бланк. Давайте сделаем бланк на корпоративном шаблоне. Я сохранять его не буду. Давайте посмотрим на шаблон. Итак, вот у меня есть файл шаблона. Нам сказали, вот, пожалуйста, в этом шаблоне создайте нам бланк заказа, чтобы было покрасивее. И предоставили нам файл в формате .x, в котором как раз и хранятся шаблоны Microsoft Word. Оказывается, и эта задача решается через технологию раннего связывания при подключении объектной модели Microsoft Word. Так, закрываем. Возвращаемся в редактор. И в модуле MD Word у меня есть второй макрос. Вот он. Который как раз и умеет создавать документ на основе шаблона и заполнять поля в этом документе. Очень полезная технология. По своему опыту могу сказать, были задачи, когда нужно было, например, получить часть данных в Excel и сформировать, например, тендерную документацию, какой-то договор, какие-то закупочные документы. То есть нам дали какой-то набор данных, например, поставщик, контрагент, срок действия договора, вот несколько параметров. И мы на основании этих данных генерим вордовый документ. Итак, модуль называется бланк заказа на шаблоне, у которого три параметра – покупатель, напиток и сахар. Давайте сейчас вернусь в программный код формы frm.coffee.order. И вот здесь я его исправлю. Наблан заказа на шаблоне. Здесь, соответственно, я укажу параметр. Итак, text.customer, соответственно, текст. Второй параметр – это напиток, combo box beverage. Точка текст. Ну и, наконец, третий параметр – это количество сахара. Combo box sugar – количество сахара. То есть, видите, более сложная задача. Итак, возвращаемся. Alt F11 в Excel. Запускаем форму. Ну, оставим здесь все без изменений. Студент капучино без сахара просит. Заказ. Так, запускается в Word. Уже запустился. Давайте его откроем. Итак, видите, студент заказал капучино без сахара. Да, вот мы с вами мало того, что создали новый документ, так мы с вами еще и заполнили в нем поля. То есть, если у вас возникнет задача автоматизации процесса создания документов, то, пожалуйста, знайте, эта задача тоже решается. Так, вот мы с вами научились, узнали, как можно из Excel управлять Word. Есть ли какие-то вопросы по связке Excel-Word? Все ли здесь понятно? Может быть, какие-то вопросы возникли? Ну, судя по всему, вопросов нет. Если есть, опять же, можете написать мне потом на почту, которая была на первом слайде. Вот, соответственно. Да, Лариса, конечно, в 365-м это тоже будет работать. Да, да. Ну, вот, 365-м это просто офис по подписке. Так что объектная модель там практически не отличается. Так что да, будет работать. Кстати, рад, что у вас 365-й офис. Хорошо, закрываем. Нам сказали, здорово, спасибо, но давайте вы теперь будете отправлять информацию о новом заказе по электронной почте. То есть было бы здорово, если с вами была бы возможность полученный заказ отправить по электронной почте. Ну, не знаю, в бухгалтерию, на кухню, еще куда-то, чтобы это можно было сделать. То есть мы теперь с вами должны из Excel-я научиться управлять Outlook-ом. Это почтовый клиент, я уверен, что вы все с ним, по крайней мере, знакомы. Как же мне получить, находясь в Excel-я, доступ к программной модели Outlook-ом? Точно так же команда Tools, Reference и в выпадающем списке давайте с вами найдем Microsoft Outlook. Вот Microsoft Outlook 16.0. И после нажатия на кнопку «Окей» мне станут доступны, соответственно, все объекты программы Outlook. И это позволит мне отправить почту. Итак, вот у меня есть модуль, называется MD Outlook. Я здесь сниму часть комментариев и добавлю здесь небольшой программный код. Мне сначала нужно создать объект, ассоциированный с новым письмом. Итак, это объект общ-mail. Что равно. Здесь мы сейчас создадим с помощью Application Outlook. Это наш Outlook. Дадим команду createItem. И здесь создадим сейчас с вами как раз письмо объект типа mailItem. И настроим его свойства. Итак, and with. И давайте, значит, получайте. Ну давайте Tool. Отправлю я его сам себе. Дальше, значит, subject. Тема письма от меня будет. Новый заказ на кофе. Тема письма у нас с вами есть. Текст письма возьмем с вами из строковой переменной strMessage, в которой красно сохранится непосредственно текст письма. Ну и все. Последняя команда send, чтобы отправить по почте. Ну, сейчас мы с вами это через F5 запустить не сможем, потому что у этой процедуры есть несколько параметров. Перейдем в программный код. Так, давайте закомментируем создание вардового документа. И вызовем здесь метод из модуля AllClub. Отправить письмо. Итак, укажем с вами сейчас покупатель, напиток, сахар. А, кстати, можно прям вот этот вот кусочек кода и скопировать. Так, проверяем. Да, метод send стоит. Хорошо. Все, давайте тогда возвращаемся обратно в Excel. И заказываем кофе. Студент просит пикола. Давайте два сахара. Кнопка заказ. Вот, OutClub отрапортовал, что он уже сделал то, что вы просили. Так, давайте сейчас я перетащу вот сюда OutClub. Итак, вот у меня папка, соответственно, отправленная. Вот, у нас с вами ушло это письмо. Но через какое-то время, видите, вот, я думаю, что случится там. Вот, входящие. Вот, видите, пожалуйста, получил я письмо, которое мы с вами отправили из Варда с помощью... Отправили из Excel с помощью OutClub. Добрый день, новый заказ на кофе. Детали ниже. Покупатель, напиток, сахар. Вот, то есть при необходимости можно выполнить подобного рода рассылку сообщений, используя OutClub. Да, конечно, можно добавить кого-то и в копию. Тогда посмотрим. У нас есть свойства. Давайте как-то... Carbon Copy. Вот, Лариса, да, вот Carbon Copy, соответственно, да, и можно кого-то добавить сюда. То есть методов достаточно много. Я вот нажимаю точку, посмотрите, да, и аттачменты есть, соответственно, и класс письма, и срочность письма. Ну, в общем, очень много параметров можно настроить для конкретного письма. Отложенная доставка, и голосование можно добавить. В общем, достаточно плотно, скажем так, можно настроить. Тоже, опять же, полезный функционал, потому что, представьте, вам в организации, например, нужно выполнить рассылку сообщений с вложениями. Если я бы не сказал слово с вложениями, да, вы сказали бы, да, это несложно, потому что в ВОРДе есть такая возможность. Можно, например, запустить ВОРД. Вот, в ВОРДе выбрать, соответственно, вкладку, по-моему, рассылки, да, и здесь выбрать получателей и создать новый документ. Да, все это будет работать при условии, что у вас нет вложений. Например, сейчас пандемия, нужно сотрудникам разослать какие-то договора, дополнения к доп. соглашениям, еще какую-то информацию. И, к сожалению, штатные возможности ВОРДа этого сделать уже не позволяют. Ну, а если вы задействуете объектную модель Outlook, да, через технологию раннего связывания, то это вполне у вас получится. Это вот то, что касалось его плохо. Ну что ж, давайте двигаться дальше. У нас, так сказать, хороший пайплайн и бизнес требуют от нас новых возможностей для этого приложения. Итак, письмо мы с вами отправили. Хорошо. Нам ждет вопрос, а где, кстати, вы храните список напитков? У нас же здесь нажимаем на кнопку, появляется список напитков. Мы говорим, ну, вы знаете, это несложно. Мы берем список с листа. Вот у нас есть лист. На листе есть список напитков. И мы, собственно говоря, можем этот вот лист добавлять в какие-то новые значения и будут появляться новые названия. В программе у нас с вами есть, давайте посмотрим, исходный код. В инициализации формы. Так, мы сейчас вот популяет кофелист. Вот мы с вами связываем, собственно говоря, как раз свойство лист выпадающего списка с именованным диапазоном виды кофе. Вот так это работает сейчас. Нам говорят, да, вы знаете, это здорово. Это, конечно же, интересно. Но нам бы хотелось хранить список кофейных напитков в отдельном файле. И говорят, вот, пожалуйста, вот у нас есть файл, который называется список. Вот нам бы хотелось из этого файла, собственно говоря, получать значение кофейных напитков. Ну, потому что какой-то напиток добавился, какой-то напиток удалился. И что бы нам не в Excel делать, а вот специальный человек ведет текстовый файл. Ну, почему бы и нет. Одна небольшая проблема, что штатные средства у, соответственно, Excel веба по работе с текстами и файлами достаточно ограничены. В то же время, мы с вами, по-моему, изучаем даже на уровне 5, есть объектная модель File System Object. Давайте с вами зайдем в Tools Reference и подключим с вами внешнюю библиотеку для работы с файлами и каталогами. Удивительно удобный инструмент File System Object находится в библиотеке Microsoft Scripting Runtime. Если подключить эту библиотеку, то мы с вами сможем, собственно говоря, получить более богатые возможности для работы с текстовыми файлами. Ну, давайте с вами запишем сейчас еще, соответственно, один программный код. Итак, мы с вами подключили библиотеку и давайте запишем процедуру, которая будет называться Populate Coffee List Profile. Вот так мы с вами запишем. И, конечно же, нам в первую очередь понадобится объект, его называют FSO. Это File System Object. As new File System Object. Вот благодаря тому, что мы с вами задействовали раннее связывание с библиотекой Scripting Runtime, нам стала доступна вот эта вот библиотека. Нам с вами понадобится еще несколько переменных. Например, dim.str.data, где мы будем хранить название кофейных напитков типа String. Ну и давайте еще str.file.past. Укажем путь к файлу String. Итак, файл с напитками хранится в том же каталоге, поэтому пишем str.file.past. равно this workbook путь, и, соответственно, добавляем название файла список точка текста. Теперь мы с вами в переменной str.data как раз и сохраним содержимое этого текстового файла. fso.open.txt.file, указываем путь, и даем команду read all, прочитать сразу все строки. Вот теперь у нас с вами в переменной str.data, и будет как раз храниться все содержимое этого файла. Вот давайте сами сейчас пока что, например, скопируем, например, вот сюда в mdmine, и попробуем по шагам выполнить. Итак, вот у меня str.data. Давайте в отладчике посмотрим, что же хранится в этой переменной. Итак, пишем здесь print str.data. Вот видите, я получил содержимое моего текстового файла. Все, что было в текстовом файле, теперь хранится в этой переменной str.data. Ну что ж, отлично, нам с вами теперь осталось совсем немного, нам осталось теперь заполнить непосредственно список на форме данными из этого файла. Итак, возвращаемся в код формы, все работает, и так пишем combo box, beverage, list. Значит, смотрите, свойство list на вход принимает массив. Вот, у нас же сейчас с вами строковая переменная, разделенная знаками переноса строки. Поэтому мы даем команду split. Команда split как раз и позволяет разбить текстовую строку str.data по указанному разделителю. Это newline, новая строка, и на выходе получается массив. Нам теперь осталось с вами реализовать возможность выбора каждый раз случайного напитка. Так, вот добавим этот код, и вот эту переменную мы с вами задействуем. Так, вот мы с вами одной строчкой прочитали весь текстовый файл, преобразовали полученный результат в массив и связали свойства list, попадающего в список напитков, с нашим массивом. Все, теперь можно заходить в свойства формы по инициализации, и здесь дадим команду, вот, даем с вами команду заполнение списка из файла. Так, запускаем. Вот, видите, у меня теперь появился americano. Предыдущий вариант, видите, здесь на листе у меня americano не было, а в том файле у меня был americano. Вот, соответственно, как можно получить программный доступ к текстовым файлам с помощью объектной модели Microsoft Scripting и объект File System Object. Так что, если у вас задача перебрать все файлы, обойти все каталоги, то, пожалуйста, имейте в виду, что эта задача хорошо решается с помощью раннего связывания библиотеки Microsoft Scripting Runtime. Вот, на самом деле, получилась такая задача. Итак, из текстового файла, если нам нужно прочтать данные, тоже проблем нет никаких. А где могут еще храниться наши данные? Ну, наши данные вполне могут храниться и в какой-то базе данных. Давайте посмотрим этот сценарий, базу данных. Итак, вот у меня есть база данных, называется список MDB. Это база данных Microsoft Access. Я думаю, что вы знакомы с данным инструментом. Ну, также это может быть SQL Server, Oracle, MySQL, что угодно. То есть наши данные могут находиться в любой реляционной базе данных. И оказывается, что с помощью раннего связывания мы можем читать данные из внешних баз данных. Наверняка у вас бывали ситуации, что нужно подключиться к внешнему источнику из какой-то базы данных, прочитать информацию. Опять же, мне понадобится внешний компонент, с помощью которого можно получить доступ к базам данных. Это называется Microsoft ActiveX Data Object 2.8. Тоже есть практически на любом компьютере. Добавив ссылку на данный компонент, я как раз смогу и управляться с внешними базами данных. Сейчас у меня Access, но будет необходимость у вас, как я сказал, задействовать SQL, Postgres, Oracle, MySQL. Проблем не будет никаких. И теперь давайте в модуле MD Database. Сейчас я, собственно говоря, сниму комментарий. Вот здесь можно как раз будет выполнить и подключение с помощью двух объектов. Это объект Connection отвечает за подключение и объект RecordSet, в котором и будут храниться интересующие меня данные. Это dmrst, as new record set. В объект RecordSet мы сохраним данные из таблицы список. Ну и наш, собственно говоря, Connection. Вот по большому счету, что мы должны с вами были сделать. То есть вот сейчас с помощью этой команды я уже прочитал данные из таблицы список. Давайте убедимся, что это действительно так. Давайте, например, сейчас выведем данные на лист. Например, range от A. Так, у меня A. Давайте A12. A12. Скопировать данные из этого RecordSet. RecordSet – это программный доступ к таблице. Итак, F5. Вот, посмотрите, вот список, который я получил из базы данных. Список хранился в базе данных. Вот, буквально несколько строчек кода мы с вами подключились и прочитали данные из внешней базы. Ну, осталось теперь нам с вами совсем немного. Перенести этот программный код в нашу с вами форму. Вот у меня еще один будет. Соответственно, еще одна процедура для чтения данных. Так вот, я сохраню теперь в переменной RST. Ну, и теперь нам осталось, собственно говоря, с вами объявить переменную для хранения массива. Например, RListAsVariant. Сохранили. Теперь мы с вами получим данные через GetRow. Дальше нам с вами нужно сделать транспонирование. Это такая особенность. Но проблем с этим нет, потому что мы с вами через объект WorkSheet Function доступны все функции рабочего листа, в том числе и функции транспонирования. Транспонс RList. Все, теперь можно опять же с mbbeverage.list равно RList. Ну, и добавим опять же возможность каждый раз, чтобы у нас появлялся случайный напиток. Скопирую кусочек этого кода вот сюда. И давайте теперь вызовем эту процедуру из инициализации формы. Так, выпилеет кофе-лист из базы данных. Попробуем. Так, видите, вот у меня все, что было в базе. Видите, у меня в базе нет американо, и в этом списке тоже теперь нет напитка американо. Можно прямо сейчас зайти в базу данных. Ну, давайте Latte Macchiato удалим, чтобы убедиться в том, что программа отражает действительно состояние базы данных. Так, вот я удалил Latte Macchiato. Возвращаюсь в Excel. Запускаю. Да, видите, Latte Macchiato больше нет. Работает. То есть мы с вами убедились в том, что через раннее связывание можно получать программный доступ к базам данных. Итак, у нас с вами уже в нашем арсенале имеется, соответственно, доступ к Варду, имеется в арсенале доступ к Outlook, доступ к текстовым файлам, доступ к удаленным базам данных. Есть ли какие-то вопросы? Дайте, пожалуйста, знать. Ну, наверное, все понятно, если нет вопросов или, возможно, они возникнут немного попозже. С помощью внешних библиотек можно также обращаться и к данным, расположенным на веб-сайтах. Тоже такая может быть задача, что интересующая нас информация хранится на каком-то удаленном веб-сайте. Ну, обычно я рассказывал про получение курса доллара с сайта Центрального банка, но эта задача такая достаточно уже известная. Как-то можно подключать библиотеки через код ВБА. А, то есть вы, Андрей, имеете в виду не через Tools Reference, а прям программным способом. Да, это называется технология позднего связывания. Вот, соответственно, называется, например, SetOpch равно команда CreateObject. И здесь, например, указываете Word.application. Это называется позднее связывание. Есть ряд особенностей, но, тем не менее, возможность такая есть. То есть рекомендуемый способ – это, конечно, раннее связывание, но при необходимости можно сделать через позднее связывание команды CreateObject. Хорошо. Ну, а у нас с вами задача получить данные с удаленного веб-сайта. Вот, курс доллара уже всем, наверное, порядком поднадоел. Вот, соответственно, есть сайт OpenWeatherMap.org. Вот, можно посмотреть, что он предлагает. Вот, он предлагает бесплатно получать прогноз погоды для большого количества, соответственно, локаций по всему миру. Вот, указанность, соответственно, локацию, пишем на Пеннер Москву и получаем прогноз погоды по Москве. Вполне может быть, что нам понадобится подобного рода доступ получить и не выходя из Excel. И в этом случае у этого сайта имеется API. Вот, и после чего мы сможем получить необходимую нам информацию в формате XML. XML – такие свернутые данные, видите, у нас есть блок Current. Он раскрывается на блок City. Блок City раскрывается на блок Wind. И здесь содержится информация о направлении скорости ветра, об осадках, ну и о ряде остальных параметров. И, оказывается, находясь внутри Excel VBA, мы можем получать и эти с вами данные в формате XML с удаленного веб-сайта. Итак, что нам с вами для этого нужно? Нам с вами нужно подключить еще одну внешнюю библиотеку, которая называется Microsoft XML. Вот, например, версия 6.0. После чего мы с вами сможем уже программировать, давайте перейдем, например, в модуле MDMine, вот, программировать удаленный доступ к файлам, данным в этом формате. Так, давайте напишем, например, weather forecast. Так, вот. И посмотрим, что же можно нам с вами здесь получить. Итак, нам понадобится, конечно же, переменная для чтения объекта в формате XML. Ну и, собственно говоря, нам понадобится адрес сайта, откуда мы будем получать эту информацию. Так, секундочку, комната. str.url.s.stream. Итак, где же нам с вами получить? Итак, set.obj.xml инициализируем как новый объект. Раз. А в переменной str.url мы с вами скопируем адрес гиперссылки. Скопировать гиперссылку. Так, давайте изменить гиперссылку. И скопируем вот этот вот адрес, по которому, собственно говоря, я и переходил, когда показывал вам XML. Вот этот адрес равно. Так, конечно же, кавычки. Отлично. Все, теперь можно приступать к загрузке данных. Пишем с вами, соответственно, общ. XML. Отключаем асинхронную загрузку. Асинхронно фальшь. И теперь проверяем, что если загрузка закончилась с боем, то мы выходим. Но я надеюсь, что наша загрузка с боем не закончится. Общ. XML.load указываем. Фальт, что давайте с вами выйдем из процедуры. Ну, я надеюсь, что все будет нормально. Ну, а мы с вами теперь, соответственно, можем попробовать прочитать информацию о нашем с вами, собственно говоря, прогнозе погоды. Ну, например, температура, да? Так, сейчас поверим. Вот у нас с вами, кстати, есть уже тип данных. Weather.info, чтобы нам было удобнее. Так, вот тут. Так, давайте с вами будем weather.info. Вот так. Итак, пишем weather.info. Точка. У нас будет первая часть температуры. И вот, чтобы прочитать значение температуры, мы запишем такой несложный код. Общ.xml. Выбрать единственный узел, да? Который относится к температуре. Перотемприча. Закрываем. И нам с вами нужен атрибут. Так, сингл нот. Сингл нот. Вот так вот. Точка. Мне будет нужен атрибут по имени, который называется value. И его текстовое значение. Вот такая вот конструкция используется для того, чтобы получить значение из XML файла. Итак, смотрите. Вот у меня, соответственно, есть температура. Вот мой узел. И меня интересует свойство value. Вот я вот раз могу и прочитать. Давайте вернемся. И давайте выйдем сразу, например, в Message Box. Weather Info. Температура. Проверим, как это все сейчас у нас работает. Да, минус 1.57. Ну вот сейчас такая вот температура идет по прогнозу погоды. Хорошо, температуру мы с вами прочитали. Вот. Теперь может быть температура по ощущениям. Тоже полезный параметр. Потому что ветер, то температура ощущается совсем по-другому. И здесь у нас с вами тоже будет похожая конструкция. Копируем его сюда. Только узел называется, посмотрите на сайте, узел называется Fill Slide. Fill Slide. И копируем, собственно говоря, Fill Slide сюда. Выведем значение температура по ощущениям. Так, вот что-то не... А, ну конечно же. Я не туда сделал вставку. Итак, здесь у меня должно быть Fill Slide. Вот я намудрил. А здесь также должно идти, соответственно, свойство Value. Ничего страшного. Итак, Fill Slide. Проверяем. Да, по ощущениям аж минус 7 градусов. Да, то есть видно, сейчас дует ветер. Поэтому температура по ощущениям немного другая. Ну и вот так вот от строчки к строчке можно получить, например, значение ветра. Давайте скопируем эту строчку. Итак, в поле Wind мы будем хранить ветер. Чтобы узнать ветер, нам с вами нужно, соответственно, скопировать. Вот у меня есть Wind. Вот. И у Wind взять блок скорость, Speed. И там взять значение VL. Давайте исправим код. Итак, чтобы узнать ветер, я должен взять, значит, Wind. Красная черта. Узел Speed. И, соответственно, значение Value тоже, да, без изменения. Давайте выведем значение скорости ветра до 3 метра в секунду. Ну и вот таким вот образом, соответственно, узел за узлом мы можем выбрать и осадки, и облачности, все интересующие нас информацию и вынести на лист Excel. То есть если с вами по каким-то причинам нужно иметь текущий прогноз погоды для курьерской доставки, для службы такси, для каких-то еще целей, то вот используя, соответственно, наше знание о том, что через объектную модель Microsoft XML можно получать доступ к удаленным XML-файлам, вот мы с вами эту задачу сможем решить. Давайте подведем небольшие итоги этого семинара. Да, мы с вами узнали, что бывает класс, что есть класс задач, для решения которого нужно задействовать внешние приложения. Большинство внешних приложений поставляются вместе с объектной библиотекой, к которой мы с вами и можем подключиться через команду Tools Reference. После подключения нам будут доступны объекты этих моделей. И, соответственно, можем управлять всеми офисными приложениями. Outlook, PowerPoint, Visio, Access, конечно же, Word. Все это нам доступно. Более того, мы с вами можем работать и с текстовыми файлами, и с базами данных, с файлами, расположенными на удаленных веб-сайтах. Посмотрите, сколько вообще есть внешних библиотек, к которым можно подключаться и задействовать их функционал для работы. И вот мы, как раз на практикуме по Excel, решаем тоже интересные задачи по сводным таблицам. И для управления сводными таблицами мы задействуем внешние библиотеки, потому что без этого функционала та задача, которую мы решаем на практикуме, решается достаточно тяжело. Ну, я, соответственно, приглашаю вас посетить наши курсы по практикуму. Ближайшие стартуют, соответственно, через неделю. В марте его буду вести я. Также будет курс в мае и будет курс в декабре. Вот, поэтому, пожалуйста, если интересно, если планируете развиваться в этом направлении, потому что навык, еще раз говорю, крайне полезный, то, пожалуйста, как бы обращайтесь. Так, а Power Query для каких ВБА? Значит, смотрите, Диана, если задача решается с помощью Power Query, то, конечно же, решайте ее с помощью Power Query. Но есть такие внешние источники данных, для которых трансформации Power Query просто недостаточно. Поэтому, если решается с помощью Power Query, отлично, пользуйтесь, решайте. Если сложная структура данных, нужно добавить какие-то условия или еще что-то, то, пожалуйста, задействуйте, соответственно, ВБА. Я надеюсь, Диана ответил наш вопрос. Сергей спрашивает, как в ячейках столбца Excel получить слова из текстового файла Word? Ну, смотри, Сергей. Значит, у Word есть объектная модель. Мы с вами на нее посмотрели. MD Word можно подключиться. Соответственно, есть метод, называется Selection. С помощью метода Selection можно выделить интересующий нас текст и, соответственно, скопировать его в Word. Так что, если вы в Word смогли найти этот текст с помощью макросов, например, то потом через Selection можно вернуть его обратно в Excel. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос, Сергей. Ну что ж, если вопросов больше нет, то спасибо вам за внимание. Надеюсь, что все было познавательно и интересно. Если будут какие-то вопросы, там был адрес электронной почты на первом слайде. Ну и надеюсь, что увижусь с вами на курсах по ВБА, по макросам, по практикам. Узнаете много всего для вас полезного и интересного. Ну, тогда я буду завершать сегодняшний вебинар. Спасибо вам за ваше время, спасибо за участие, за ваши вопросы. Всего доброго вам и до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.